Всем привет! С вами сегодня снова Виктория Крокус. И сегодня я вам покажу свои покупки из зоомагазина. Также в этом месте на моем канале выйдет видео о том, что я подарю собакам на Новый Год. Я уже купила, но в этом видео не могу показать, потому что хочу снять отдельное видео, как я им дарю, как они смотрят свои подарочки и вам все там расскажу. Также будет видео еще об одном новом боксе, в котором будет и амуниция, и вещи для ухода, лакомства, и игрушки. Необычный бокс, еще о нем никто не снимал на Ютубе. И также еще будет видео о покупках для собак с Алиэкспресс. Я очень много всего заказала еще месяц назад. Мне потихоньку приходят посылки, я снимаю, снимаю, снимаю. Когда мне придет уже все, я об этом выложу видео. Так что ждите, и давайте приступим к покупкам из зоомагазина. В прошлом выпуске покупок из зоомагазина я показывала вам керамическую миску для корма, которую я купила в Шарлотте, и в этот раз я купила для воды. Спустя месяц нашла красивую керамическую миску для воды, чтобы она была глубокая. Тут 250 мл фирма Трикс, и стоила 320 рублей. Она разных цветов, разноцветная, яркая, и тут внутри такой кролик. Поставлю шарлотки для воды. Теперь вот керамическими мисками маленькие собаки будут пользоваться. И купила ошейник, дермосент с маслами. 60 см он у шарлотки, шея 31, но взяли 60. Для собак можно, конечно, отрезать. Надо было лучше взять для кошек, состав одинаковый. Успокаивающий кожу ошейник с маслами омега 3,6. Натуральное масло лаванды полыни. Успокаивающее воздействие на кожу животных. Нам вообще сказали, что он выделяет феромоны и полезные для психики собак. Купила я его в ветклинике за 1100. Попробуем. Одену я числа 20 декабря после стрижки. Вот мы сходим на грунт. И потом одену шарлотти. Посмотрим. Целый месяц будет носить. Так как тут ошейник оказался на шарлоте большим, мы отрезали половину. Половину вот на шарлотте. Сейчас покажу. Вот такой синенький. И половина еще даже на фике уместилась. Мы отрезали, чуть склеили изолентой. И вот так, еще и фике. Так что очень удобно. По 600 рублей как будто бы получилось. Потому что 1200 прямо очень дорого на месяц. Класс. Теперь будет шерстка красивая. Сегодня с шарлотты ездили на груминг. Потом зашли в Багиру. Сейчас до двух там скидки. И я приобрела себе новый поводок. Так он стал 432. Я его взяла где-то 350. От фирмы Рок. Цвет называется Юпитер Оранжевый. На метр 80. Как я люблю. На собак медиум размера. То есть таких, можно сказать, мелко-средних пород. Но я беру всегда побольше. Мне удобнее. Там был прям для совсем маленьких. Как раз, который был написан пом-йорк. Но я взяла пошире. Такой он удобнее. И длиннее. Сам по себе. Это наш четвертый поводок от фирмы Рок. Вот именно такого у нас еще не было. Захотела взять. Серебряный с оранжевым. Он светится в темноте. Вот не знаю, его можно ли в мороз носить. У нас сегодня минус 26. Не знаю, будет ли отрезка цели. Нет. Очень удобный. Всегда ручка. Рыженький. Вот мой самый любимый. Это прошлое, которое я в Москве покупала. Розовенький с блестками. Возможно, это тоже будет один из любимых. Потому что он очень мягенький. Для собак до 16 килограмм. Написано максимум 16 килограмм. Шарлотка 4 килограмма весит. Он очень длинный. Такой удобный, широкий. Обязательно сегодня или завтра пойдем с ним гулять. Не знаю, когда я смогу поснимать. Просто у меня на морозе телефон вырубается сразу. Как смогу поснимать, ставлю вам в видео обязательно. Мне как раз нужен был именно такой вот широкий поводочек. Он у меня не вылетал из рук. Потому что иногда вот эти вот тоненькие поводочки у меня вылетают. А этот такой очень крепкий. И также еще после груминга, так как зашли, тетя Шарлотка как-то обижена была на меня. Потому что я ее привела на груминг. Не очень она любит. Купила я деревенские лакомства грудки утины. За 147 рублей. Такие вот утины просто салон. Сушеные. Она их долго грызет. Не сразу съедает. 55 грамм внутри. Сегодня ходили в зоомагазин. Я снимала влог. Кто не видел, то посмотрите. Называется. Получаем диплом. И покупаем оба в Шарлотте. Еще мы купили кишки для фике. Но их у меня сейчас нет. Просто большую пачку кишков. Котку вставлю. Очень нравится собакам. Купила вот такие вот ботиночки. Потому что наши старые слетели. Мы потеряли их. Тоже в том влоге я все рассказала об этом. Уже быстро покажу. 1200 стоили. От For My Dogs. Второй размер. Красного цвета. Примерили мы их. Отлично. Они сели на ножку Шарлотте. Так как у нас полдекабря будет просто очень морозно. Минус 22, минус 25. Вот. Решили все-таки без ботинок не оставлять. Красного цвета. Новогодние. С блестками. И внутри мех. Очень хорошие. Собака у меня уже приучилась к обуве. Вообще без проблем ходит. Еще также купила я Писан. Стоп стресс таблетки. Для мелких и средних пород. Это выдавать на Новый год. Тут 20 таблеток. Стоили даже 300 рублей примерно. Что у нас есть вот такие вот. Вот весь из интерната заказывать. Сейчас нет такой возможности. Поэтому купила в зоомагазине. Очень хвалят. Говорят, хорошие. Во многих пабликах про собак видела. Будем пробовать. Вот эти отличные собака успокаивают. Она очень хорошо спит. И они не делают ее вялой. То есть тут такие травы, как пустырник. Валерьяна. И тут то же самое. Просто таблеточки. Еще были в каплях. Но в таблетках нам удобнее. У нас открыли новый зоомагазин. Я зашла, купила зубочистики для собак. С кальцем морскими водорослями. Вот зубного налета и зубного камня. Вот такие вот два за 30 рублей. И мне предложили денутую лотерею. То есть выбрать подарок. Так как в зоомагазине новый давали подарки. И я вытянула джимдок лакомства. Который стоит 150. То есть я дала 30 рублей. И получила вот такой вот подарок. Очень мне понравилась лотерея. Цель карнитином у нас тут. Косточки. Со вкусом курицы. Для тренировок и аджилицы. Ну косточки такие. Они конечно чересчур какие-то большие. Для моей собаки. Но для каких хорошо будут. 60 грамм в упаковочке. Сегодня снова были в зоомагазине. Подарили нам в подарок. Вот такие вот трахеи от фирмы Титбит. Никогда еще от Титбит их не брала. Всегда брала трахеи от Бестин. Колечки из трахеи. Еще не давала собакам. Пахнут они как обычное лакомство от Титбит. Ну приятно, что бесплатно. Еще нам дали в подарок пауч вискос. И пауч педигри. Я их скормила бездомным животным на улице. И мне многие пишут, что отдавай там бездомным животным. То, что тебе не надо в прия это не снимать. Не значит, что как бы я этого не делаю. Мне не хочется заниматься показухой. Показывать, как я кого-то кормлю или куда-то отдаю. Я это делаю не для того, чтобы перед кем-то выглядеть хорош. Еще что-то я это делаю только потому, что я это хочу сделать. А кому-то пыль в глаза пускать я не хочу. У меня была как-то мысль снять видео, как мы поехали в приют. Отдавали там очень много вещей. Но потом я подумала, что я просто не хочу. Пусть это останется как доброе дело. Так, витамины Унитаб. Ежедневные. 100 аппетитных таблеток. Нормализует обмен веществ, улучшает состояние костно-мощной системы. Укрепляет иммунитет. Для мелких собак ежедневная добавка. Витамины как витамины. Здесь и А, и Б, и Б12, С, и Д3. Я хочу взять для иммунитета дорогущие. Я решила, что пока собака молодая, можно вот что-то такое обычное. По одной таблеточке в день. Если на двоих собак, то этой упаковочке хватит на 2 месяца. 270 рублей, это недорого. И косточки утина деревенских лакомств для мини-пород. 55 грамм. Еще я купила очень много всего собачкам на Новый год. Но сейчас я вам это не покажу, потому что я хочу снять отдельное видео. Про то, как я буду дарить собакам подарки на Новый год. И покажу вам там, что же я им подарила. Поэтому тут только такие покупочки, которые не на Новый год совершались. Позапрошлым видео о покупках из зоомагазина я вам показала такой замечательный корм Фармина, который я купила для собак на пробу. 800 грамм я брала с ягненком, тыквой и черникой. Безумно понравился собакам. Шарлотта его обожает. Ест просто с огромным удовольствием. От него у нее появилась наконец-таки энергия на то, чтобы играть, бегать и резвиться. Потому что до этого я ей давала несколько белковый корм. У нее вообще не было энергии никакой. Почему-то она оказывалась даже играть. Этот корм меня устроил. Скорее всего, я его буду и дальше покупать. Вот так вот он выглядит внутри. Аппетитно пахнет. Я бы сказала, таким неприятным запахом для человека, но приятным для собаки. Поэтому она его хорошо кушает. Он меня очень порадовал. Тем более, сейчас я на него видела скидку 10%. Скорее всего, буду заказывать. Предлагаю вам посмотреть, как Шарлотта его ела. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!